А начинаем мы с 4-го моста. Сегодня с утра в соцсетях появились фотографии отсюда. Народ пишет, что-то с ним не то происходит. Говорят, какие-то вот черные полосы тут образовались. Ну и традиционно, конечно, пользователи сетей начали предполагать, что тут опять чего-то недоделали, опять тут что-то ломается. На самом деле все гораздо проще. Как сегодня нам пояснили в Крудоре, дорогу обрабатывают специальным составом, обрабатывают швы, чтобы туда не просачивалась вода, и, соответственно, дорожное полотно дольше сохранялось. Ну и как вы помните, дежурная группа показывает и рассказывает о самых разных темах из жизни города. Вот сейчас мы, например, на Белинского 3, и тут разыгралась целая битва между соседями. Одна ухаживает за бродячими кошками, а другие против этого. Их укормит бабушка уже много лет, а я вот последние два года к ней присоединилась. Просто из чувства жалости и гуманизма. Если бы я могла, я забрала бы их, но я не могу, у меня уже есть куча животных дома. Здесь вот четыре взрослые кошки и два котеночка. За это вам угрожают сейчас? За это вам угрожают. Вчера вот конкретный был случай, двое мужчин заделывали последнюю дыру в подвал и набросились на меня вот в этом месте. Мне запрещают вообще здесь появляться. Как будто это вот частная собственность, я нарушаю какое-то у них частные владения. При нас женщине позвонил участковый, и теперь полиция должна разобраться в этой ситуации, во всяком случае, с угрозами точно. Только что в парке Гвардейский в Советском районе открылось новое общественное пространство. Все, что вы здесь видите, сделано руками подростков из трудового отряда главы города. Это и скамейки, на которых можно посидеть и почитать книги, которые, кстати, есть в шкафу для букк розинга. Это и доски, на которых можно рисовать мелом, и каждый пришедший может почувствовать себя настоящим художником. Ну а главное, это макеты военно-патриотической техники, которую юные красноярцы, кстати, тоже смастерили своими руками. Общественное пространство парк Гвардейский будет работать здесь до конца лета. Кстати, организаторы хотят проводить здесь концерты и занятия, посвященные военно-патриотической теме. Поэтому, если у вас есть вопросы или идеи, то можете обращаться в трудовой отряд главы города. Ну а мы на этом заканчиваем. Ваших новостей ждем по телефону 202-22-22. И также присылайте свои фото и видео нам по вайберу. Номер телефона вы видите на экране.